Первый сегодняшний новостной заголовок. Кировские депутаты поддержали идею прокуратуры разрешить муниципальным чиновникам не отчитываться о доходах своих семей. И это правильно. Ну заработал и заработал первокласска 50 миллионов рублей. Че, сейчас хвастаться что ли? Астропрогноз от портала Ньюслер. На этой неделе Львов ждет новый опыт, а Тельцам грозит безумие. Мы тут полистали список вятских депутатов и советуем во время заседаний приглядываться к таким депутатам, как Николай Тюлькин, Ирина Морозова, Алексей Вотинцев и Игорь Вахмянин. И не потому, что у них будет новый опыт, а потому, что они Тельцы, а безумный депутат, сами понимаете. Далее. Кировские строители ломают новые бордюры в Сыктывкаре. Так сказать, несут кировскую дорожную культуру соседям. А то чё это только у нас в дороге дрянь. Следующее. Кировских приставов снова сводили на экскурсию в СИЗО. Напомню, несколько недель назад их в воспитательных целях уже водили в СИЗО. Видать, не помогло. А вообще, уважаемое руководство СИЗО с этими днями открытых дверей как-то поаккуратнее. Ну, продует же постояльцев. Ну и страшная новость от первоисточника. Россиянам запретят сожительствовать с лисами, макаками и крокодилами. И что-то мне подсказывает, что этот закон очень сильно может ударить по брачным узам. Ведь те, кто вышел замуж за обезьяну или женился на крокодиле, теперь вне закона. Это были сегодняшние кировские новости. Какой город, такие новости. Немного бракоразводные. Продолжение следует...